ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Студия инклюзивного творчества «Второй дом для сотни самарцев». Здесь занимаются вокальной терапией, в танцевальном, театральном кружках, психологической мастерской, рука об руку, люди, здоровые и с особенностями. Заслуженный артист Российской Федерации Дима Билан помог осуществить их давнюю мечту. Подарил сертификат на устройство уникальной в своем роде детской площадки. Ее проект уже готов. Дима сегодня действительно положил основу, потому что на его сертификат будет закуплено оборудование специализированное, инклюзивное, на котором могут кататься или использовать его разные дети, то есть с разными формами инвалидности, слабовидящие, и на колясках, и аутисты. То есть это специализированное оборудование, которого действительно в Самаре еще нет. Очень хочется гулять наравне со всеми. Очень хочется даже мне, взрослому человеку, покататься на качелях, потому что не везде и не всегда, к сожалению, это возможно. Очень хочется мне потрогать песочек, не нагибаясь, чтобы мне было это удобно. На память на стене в студии Дима Билан оставил отпечаток своей ладони и пообещал приехать на открытие детской площадки, которая состоится следующей весной. Еще один сертификат на этот раз на покупку медицинского оборудования Дима Билан подарил Самарской областной детской клинической больнице имени Ивановой. Здесь появятся мониторы, которые будут отслеживать состояние здоровья маленьких пациентов. А вечером самарцев ждал бесплатный концерт. За 40 минут до старта на площади Куйбышева начали собираться фанаты. Я думаю, этот концерт будет даже лучше, чем запланированный тот. И я считаю, что Самара Диму просила. Песню «Не молчи» артист спел вместе с детьми и посвятил ее ребятам с ограниченными возможностями здоровья. «Не молчи, скажи мне хоть пару слов, скажи мне, и они нашу спасут любовь». Второй сентябрьский концерт длился больше часа. Горожане подарили артисту плакат с надписью «Самара простила тебя». Сквозь плотные токы И снились твои слезы заперли шею в окнах. Но уже девочка не плотная. Елена Малютина, Максим Гусев, Николай Епифанов. События.